Да-да, я знаю, под прошлым видео уже набралось в полтора раза больше лайков, чем я просил. Немного задержался, но лучше ведь поздно, чем никогда, правильно? Привет, меня зовут Денис, мы продолжаем изучать программирование на примере языка Java. И сегодня мы научимся вводить разные данные из клавиатуры, а также разберемся, что такое условия в программировании. Поехали! Итак, начнем с ввода. Как мы уже выяснили, в программировании существуют типы данных. Основных у нас их 5. Значение переменных с этими типами данных можно присвоить вручную, то есть написав вот так, а можно запросить с клавиатуры после запуска программы. И тогда, после начала работы написанного нами кода, в нужный нам момент, программа остановится и будет ждать, пока пользователь введет что-то с клавиатуры в консоль. И введенное что-то можно будет сохранить в переменную. Для этого нам нужно подключить в целом для программы возможность запрашивать данные с клавиатуры. За это отвечает класс сканер. И чтобы его объявить, пишем вот такую конструкцию. сканер sc равно newscanner и в скобочках system.in. Как видишь, у нас слово сканер горит красным. Чтобы это решить, наводимся на него и применяем автоисправление. Импорт сканер. Таким образом он импортирует наш сканер в файл, в котором мы пишем. По сути, мы создали переменную sc с типом данных сканер. Это если ты хочешь знать чуть больше. Эта переменная будет у нас заниматься считыванием с клавиатуры. Но в целом, ты эту информацию можешь пока не запоминать. Просто прими как данность. Вот эта строка нужна, если мы хотим что-то считывать с клавиатуры. Ну и все. А дальше, в будущем, когда мы поговорим об объектно-ориентированном программировании, ты обязательно поймешь, что значит эта строка поконкретнее. Теперь давай создадим переменную типа целых чисел. И запросим ее ввод с клавиатуры. Для этого напишем sc.next и далее слитно с большой буквы напишем название типа переменной, которую мы хотим считать. В этом случае пишем nextint, так как у нас переменная типа int. Как видишь, он нам подсказывает, что нужно дальше написать, и мы этими подсказками пользуемся. Все, код готов. Чтобы убедиться, что у нас все работает корректно, давай сделаем так, чтобы у нас переменная выводилась на экран. Ну и увидим, что у нас в итоге получилось. Как видишь, мы запустили программу, а консоль пустая, и ничего не происходит. Программа не завершается, ничего в консоль не выводится. Это все потому, что программа ждет, когда мы введем значение с клавиатуры. То есть получается, что выполняя программу сверху вниз, наша IDE наткнулась на строку, в которой у нас написан код для считывания с клавиатуры. Затем она остановилась и ждет, пока мы, собственно, что-нибудь введем. Давай введем, например, 10 и нажмем enter. Как видишь, наша программа сразу продолжила выполняться, и мы вывели то, что было введено пользователем, то есть 10. Еще раз обговорим, программа получает ввод с клавиатуры и как бы ставит введенные данные на место, где у нас расположен код sc.nextint. И если мы ввели число 10, то у нас как бы появляется конструкция а равно 10. И получается, что мы просто присвоили десятку в переменную, ну и далее мы ее просто выводим. Тут у тебя может возникнуть вопрос, а что будет, если я вот когда использую nextint, введу не цифру, а, например, какие-то буквы или какие-то там символы, символ процента или восклицательный знак, например. А вот это я тебе предлагаю проверить. Как видишь, как только мы это делаем и нажимаем enter, нам сразу же выводится ошибка, потому что он не может засунуть строковый тип данных, а это он и есть, ведь напоминаю, строка это последовательность любых символов, в число, ведь у нас переменная типа int. Давай создадим, как в прошлый раз, переменные всех пяти типов данных и считаем каждую из них по очереди, используя соответствующий тип функции сканера. В случае с целым числом, как мы уже выяснили, вызываем метод nextint. В случае с дробным числом, вызываем nextDouble. Булли в тип данных, это nextBoolean. И в случае со строкой, не nextString, как ты мог подумать, а nextLine. Не знаю, кто так придумал, просто прими это как данность. Итак, чтобы закрепить работу вывода на практике, давай решим задачу. Мы хотим написать программу, которая будет здороваться с пользователем. То есть сначала она пишет, введите ваше имя. Затем, когда пользователь его ввел, она пишет привет, ну и после запятой пишет, собственно, имя, которое ввел пользователь. Например, вот я ввел Денис, и она напишет мне, привет, Денис. Можешь поставить видео на паузу и попробовать написать эту программу самому. Я же приступаю. Сначала выведем текст на экран. Введите ваше имя. Затем запросим ввод с клавиатуры, сохранив введенное значение в тип стринг. Таким образом он сначала выведет строку, а затем только будет запрашивать ввод. Скоро увидишь, как это работает. Теперь просто пишем вывод, пишем привет и приклеиваем справа значение переменной, введенной с клавиатуры. Тут ничего нового я тебе не рассказываю, мы это все уже проходили. Готово. Запустим и увидим, что все работает именно так, как мы и задумывали. Если ты смог написать это сам, то поздравляю, если нет, то ничего страшного. Мы еще успеем потренироваться, главное, чтобы ты понимал, как это работает. Но, в принципе, даже если ты не понимаешь, мы еще будем решать задачи, где будем использовать ввод миллион раз. И ты поймешь, как он работает. Теперь поговорим об условиях. Время от времени в программировании случается такая ситуация, когда нужно выполнить какой-то код при определенном условии. Вот, например, нам нужно написать программу, которая принимает у пользователя на ввод число от 0 до 24, то есть время в часах, и пишет пользователю в ответ, какое сейчас время суток, день, ночь, вечер или утро. Алгоритм должен быть такой, мы запрашиваем с клавиатуры число, затем, если это число меньше или равно 6, то мы пишем, что сейчас ночь. Иначе, если число меньше 10, то пишем утро. Иначе, если меньше 18, то день, в остальных случаях вечер. Если с вводом с клавиатуры все понятно, то как нам сделать так, чтобы нам выводился текст при определенном условии? Тут-то нам на помощь и приходят ветвления, ну или же условия в программировании. Записываются они так. Сначала мы пишем ключевое слово if, затем в скобках мы пишем условия, а затем открываем фигурные скобки, и внутри них пишем тот код, который выполнится, если условие будет верно. Синтаксически все записывается так. Но теперь давай разберемся поконкретнее. Что писать в скобках? И вообще, как должно выглядеть это условие? Что оно из себя представляет? Собственно, как произносится, так и пишется. Вот нам нужно в этом условии проверить, что число, которое мы ввели, меньше или равно 6. Так и пишем time меньше равно 6. Знак, который мы сейчас использовали, я имею в виду меньше равно, называется оператором сравнения. То, что мы использовали раньше, когда складывали, вычитали и умножали числа, называется операторами вычисления. А эти нужны для сравнения данных. Вот и называются операторы сравнения, собственно. Обязательно пиши так, как слышишь. То есть, вот ты всегда говоришь меньше или равно, не равно или меньше, а меньше или равно. И вот ты так и пишешь. То есть, сначала знак меньше, потом знак равно. То же самое с больше или равно. Помимо меньше или равно, также существует больше или равно, как я уже сказал. Просто меньше. Просто больше. Не равно. И, собственно, равно. работают они также как в математике не думаю что тут есть чего объяснять вернемся к нашей задаче мы написали код который проверяет что введенное число меньше или равно 6 теперь давай внутри этого условия то есть фигурных скобках напишем вывод чтобы она писала что сейчас ночь таким образом мы написали условия и наша программа уже будет работать на определенный ввод ну а теперь давай-ка напишем условия для всех остальных случаев то есть для всех остальных времен дня пишем if time меньше 10 и выводим утро теперь соответственно time меньше 18 день и time меньше 24 соответственно вечер вот у нас есть условия для каждого случая только вот будет ли оно работать если мы сейчас запустим и введем например 23 как видим да все работает и она пишет вечер то есть она идет по всем условиям и проверяет первое условие 23 меньше или равно 6 нет значит программа пропускает условия и весь код фигурных скобках после него идет дальше дальше она видит следующее условие и проверяет 23 меньше 10 нет опять же пропускается все условия и весь код скобках код в скобках кстати еще называется тело условия я буду иногда так говорить так что не запутайся дальше у нас условия 23 меньше 18 нет не меньше пропускаем ну и последнее условие 23 меньше 24 до условия верно следовательно программа попадает в скобки внутри и выполняет весь код там в данном случае у нас там вывод вот он собственно и будет производиться далее после выполнения тела программа выходит из скобок и идет дальше но там ничего нету поэтому она завершится работает здорово но вот всегда ли вот давай-ка мы например введем 1 как видишь нам вывелись все времена суток сразу почему так я думаю ты уже понял но давай-ка обсудим значит идет он через программу и встречает условия 1 меньше или равно 6 до следовательно идем внутрь и выполняем все что внутри то есть выводим утро пока что все нормально ведь оно и должно выводить утро если мы введем 1 он закончил идет дальше и видит условия и проверяет 1 меньше 10 до условия верно опять идем внутрь и выполняем то же самое со всеми остальными условиями ведь они тоже верны именно поэтому он и выводит все времена суток но что же нам тогда делать по сути нам нужно сделать так чтобы после выполнения одного условия все остальные условия просто пропускались они проверялись то есть чтобы после выполнения первого условия он его проверяет понимает что оно верно и тогда все остальные условия он пропускает и сразу же отправляется за условия которое проверяет что число которое мы ввели меньше двадцати трех то есть как бы пропускает все остальные три следующих условия и собственно идет уже к концу программы и нам повезло ведь так сделать можно для этого надо приписать ко всем условиям кроме первого ключевое слово else перед ними если if переводится как если то else переводится как иначе то есть у нас получается такая программа переводя на человеческий язык если время меньше или равно 6 то выводим ночь иначе то есть первое условие неверно если время меньше десяти то выводим утро иначе если меньше 18 то день иначе если меньше двадцати четырех то выводим вечер это уже не несколько отдельных условий от цепь условий то есть предыдущие все условия были независимы друг от друга они просто существовали эти же условия у нас все взаимосвязаны работает эта цепь условий так после нахождения программы хотя бы одного верного условия все идущие дальше условия цепи пропускаются то есть если мы введем 12 то проверяется 12 меньше ли равно 6 нет далее меньше десяти нет меньше 18 до заходим внутрь выводим и далее после выполнения всех строк тела условия все дальнейшие условия этой цепи сразу пропускается то есть она пропустит условия тайм меньше двадцати четырех и переместиться сразу за него как бы игнорируя его и так давай проверим что я тебя не обманываю вдруг последние две минуты я тебе нагло врал как видишь мы вводим разные числа но все работает хорошо и нам выводятся соответствующие времена дня все с нашей программы хорошо но только если пользователь пользуется ей правильно если же пользователь введет например отрицательное число то ему выведется ночь а если введет число больше 23 то вообще не выведется ничего давай проверим чтобы в этом удостовериться как видишь сегодня прям какой-то праздник я тебя снова не обманул хорошие программы всегда учитывают ошибку пользователя и предупреждают его о них давай сделаем хорошую программу для этого перед нашим первым условием давай создадим еще одно условие нашей цепи если введенное число меньше нуля то будем писать пользователю что он ввел некорректные данные ну и к тому условию которое у нас было первым а стало вторым мы приписываем else в начало чтобы она стала у нас частью цепи условий таким образом если у нас число будет меньше нуля то пользователю будет сообщаться о некорректности введенных данных и все остальные условия будут просто игнорироваться в остальном же все будет работать как раньше проверим работает но у нас до сих пор остается открытым вопрос с вводом больше 23 давай его тоже учтем для этого в конце добавим условия time больше 23 и также сообщим пользователю о некорректности введенных данных готова и все вроде хорошо работает но у программистов существует такое негласное правило если что-то можно сделать проще то это надо делать проще хотя чаще говорят что если что-то работает то не трогай это ну ладно буду учить вас хорошим в нашем случае можно сделать проще последнее условие ведь по сути если все предыдущие условия не выполнились то нам нужно выполнить его независимо от того какое условие тут и тут нам снова повезло ведь в java можно так сделать как и в любом другом языке программирования для этого существует ключевое слово else да то же самое слово которое мы уже использовали помимо конструкции else if этот else можно также использовать самостоятельно без каких-либо дополнительных ключевых слов и означает оно что если ни одно условие из цепи выше него не выполнилось то выполняется код внутри блока else таким вот образом давай проверим как видишь все работает именно так как мы и задумывали и при вводе больше 23 происходит выполнение блока else на этом я на сегодня заканчиваю надеюсь тебе понравилось если так то подписывайся на канал в следующем видео мы скорее всего поговорим о сложных условиях и циклах в программировании спасибо за просмотр увидимся